Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Конфликт на Украине, как бы вы его не рассматривали, полностью перетасовывает мировой порядок и место Америки в нем. На прошлой неделе нас осенило, что мы не знаем, поддерживают ли конфликт кандидаты от республиканцев, так что мы отправили анкету каждому из них. Удивительно, но почти все они ответили откровенно и подробно, и сложилась немного шокирующая картина, где кандидаты в президенты от республиканцев выражают неожиданное для многих мнение, которое кардинально отличается от того, что говорят республиканцы в Конгрессе. Еще одно свидетельство разобщенности между республиканцами в Вашингтоне и всеми остальными. Об этом немного позже. А сначала вот о чем. Прошло 15 лет после кризиса 2008 года, много времени. Но он никуда не делся, его последствия до сих пор определяют наш мир. Почему правительство США по уши в долгах? Откуда на Уолл-Стрит столько денег? Что именно они делают? Почему цены на жилье такие высокие? Почему наши лидеры разжигают расовый конфликт? Почему так много американцев считает, что их система фальшивая? В каждом случае ответ один и тот же. Все началось в 2008 году. Итак, 2008 год и его последствия — это сложная история, но давайте подведем итоги в самых общих чертах. Крупные финансовые учреждения пошли на безрассудный риск и чуть не обрушили всю экономику США. Мы сразу поняли, что произошло и кто это сделал, но никто так и не был наказан. Ответственные безрассудные банкиры отделались, как и политики, поощрявшие безрассудных банкиров. Никто не сел в тюрьму, никого даже не изгнали из отрасли. На самом деле некоторые виновные даже получили ежегодные премии. И так у нас был экономический коллапс, но им это не повредило. Почему? Очень просто. Банки спасло правительство. Противоречивый, но двухпартийный шаг. И в то время они говорили нам в двухпартийной манере, что спасают капитализм. Но это не так. По сути, они перевернули капитализм с ног на голову. Дальше очень просто. Уолл-стрит была позволена приватизировать свои доходы, но социализировать свои риски. То есть, если дела пойдут хорошо, финансисты станут богаче, чем любая другая группа в истории. Но если дела пойдут плохо, правительство, вы броситесь их спасать. Весь секрет. На протяжении десяти лет очень немногие жаловались, потому что дела шли хорошо. Уолл-стрит процветала, и секрет успеха, чтобы вам не говорили, заключался в низких процентных ставках. Не в инновациях, а в низких ставках. Низкие ставки неизбежно приводят к бычьему рынку. В нормальной, неискаженной капиталистической экономике. Компании ценятся больше, когда они производят больше товаров и услуг, которые люди хотят купить. Но в экономике, контролируемой денежной политикой Федеральной резервной системы, компании ценятся больше, когда процентные ставки снижаются. Тринадцать лет процентные ставки оставались примерно на нуле. Теперь, когда все закончилось, это кажется безумием. Это были чрезвычайные меры, объявленные ФРС после 2008 года, и они не закончились. И поскольку они продолжались в течение 13 лет, американская экономика была искажена до неузнаваемости во всех возможных смыслах. Венчурный и частный капитал резко выросли, как и криптовалюта, а также цены на активы, особенно на недвижимость. Целый океан денег затопил систему. И люди, которые платят половину налоговой ставки, выиграли больше всего, они начали покупать дома и летать частными рейсами. Но у низких процентных ставок была проблема, о которой мало кто слышал. Если процентные ставки нулевые, как вы получаете значимую отдачу от своих денег? Это проблема, с которой более 10 лет сталкивался практически каждый инвестор, в том числе банки. В какой-то момент у инвесторов возник соблазн делать очень рискованные ставки. Им пришлось это делать, чтобы получить прибыль, как говорят на Уолл-стрит. Тина, выбора нет. Одной из рискованных ставок банков была покупка долгосрочных казначейских облигаций и правительства США в качестве суррогата наличных денег, хотя, конечно, это не наличные. Но это работало нормально, пока процентные ставки оставались низкими. Но когда процентные ставки выросли, в ответ на инфляцию, очевидно, они должны были вырасти, ничто не вечно, включая нулевые ставки. Как только это произошло, облигации стали стоить меньше, чем банки заплатили за них. И банки начали разоряться. Вы видите это прямо сейчас? Вы также видите другой, очевидный для всех эффект 13 лет искусственного процветания. А именно много глупых, легкомысленных людей у власти. Они, как богатые наследники, думают, что заработали деньги. Но это не так. Потому что, когда деньги от ФРС, вам не нужно быть серьезным человеком, чтобы разбогатеть. Вы можете делать что угодно, без последствий, разместить логотипы BLM на своем сайте, потратить средства инвесторов на феминистское мероприятие на лыжном курорте в Тахо. Когда процентные ставки равны нулю, вы можете делать все, что угодно, потому что зарабатывать легко. Любой может это сделать. И, к сожалению, многие очень глупые люди сделали это. Друзья, напоминаю вам, что у вас есть возможность смотреть новые выпуски на целые сутки раньше. Подписывайтесь на канал Carlson TV на спонсор.ру. Также смотрите полные выпуски Такер Карлсон Тонайт в автоматическом переводе всего через несколько часов после премьеры на нашем Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Ссылки в описании и закрепленном комментарии. Помните, что лучшие переводы только на Carlson TV. В пятницу банк Кремниевой долины потерпел крах. Это второе по величине банкротства банка в американской истории. Затем власти взяли под контроль Сигначер Банк, что стало третьим по величине банкротством банка в американской истории. Затем, вскоре после открытия рынков, пришлось приостановить торги в нескольких региональных банках. Акции Western Alliance упали почти на 80%, акции First Republic, которые Джим Крамер рекламировал несколько дней назад, упали почти на 70%. Джим Крамер всегда желанный гость на нашем шоу в развлекательных целях. Пак Вест обвалился на 50%, Камерика на 40% и так далее. Итак, паника, конечно, отразилась на рынках, и пострадали не только региональные банки. Некоторое время нельзя было торговать даже акциями почтенной Чарльдж Шваб Корпорейшн, ее акции упали на 25% и сработал автоматический выключатель. На самом деле, такая паника может быстро превратиться в катастрофу. На грани катастрофы нужно одно сильное, грамотное руководство. Но у нас его нет, у нас есть Джо Байден. Он вышел на трибуну и объявил о спасении. Я хочу кратко рассказать о том, что произошло с банком Кремниевой долины и Сигначер Банк. Благодаря быстрым действиям моей администрации за последние несколько дней, американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы. Депозиты будут доступны, когда они вам понадобятся. Малые предприятия по всей стране, клиенты этих банков, могут вздохнуть с облегчением, зная, что они смогут платить своим работникам и оплачивать счета. О, хорошо! Деньги для помощи, очевидно, поступают от FDIC, значит, ФРС покрыло расходы. Не беспокойтесь о деталях, все в порядке. Подожди! Помедленнее, приятель. Как это произошло? Можем ли мы получить объяснение? Разве у нас нет регуляторов? И как эти регуляторы упустили тот факт, что SVB был неплатежеспособным, по-видимому, в течение нескольких месяцев, и не вследствие какого-то кредитно-дефолтного свопа? Вы потратите тысячи слов, пытаясь понять, но есть реальное, очень простое объяснение. Их обязательства превышали их активы. Очень просто. Почему этого никто не заметил? Людям платят, чтобы они замечали. Джо Байден, к сожалению, не ответил ни на один из этих вопросов, он просто убежал. Спасибо. Да благословит вас Бог, и пусть Бог защитит наши войска. Что вы знаете о причинах произошедшего, и можете ли вы заверить американцев, что не будет волнового эффекта? Вы ожидаете краха других банков, господин президент? Следует ли защитить вкладчиков во всех банках? Хорошо, всем спасибо. Окей. Знаем ли мы причину? Он пытается разобраться с дверной ручкой. Что мы знаем, так это то, что администрация Байдена поддерживает эти депозиты. Хорошо. Но это не конец истории, в некотором смысле это начало, вот где вы делаете паузу и спрашиваете себя. Они делают это? Что они получат взамен? Определенно, что-то получат. После 2008 года Эрик Холдер вмешался и навязал DEI, стандарты многообразия, равенства и инклюзивности, всему финансовому сектору. И это одна из основных причин, по которой крупные банки становятся все более некомпетентными, а также одна из причин расового разделения Америки. Идеологи использовали спасение банков, чтобы убить американскую меритократию. Это большой шаг, в основном непризнанный, но мы живем с его последствиями. Вы должны спросить себя, что они собираются сделать на этот раз? Что ж, вскоре мы увидим консолидацию банков. Большие банки поглощают маленькие, а это означает снижение конкуренции. Больше консолидации, больше государственного контроля. Что они собираются делать с этим контролем? Ну, если люди не начнут шуметь и оказывать давление, будет цифровая валюта, которую контролируют политики. Зарегистрируйтесь в приложении ЦБ, чтобы получать талоны на питание. Думаете, этого не будет? Конечно, будет. Они хотели бы этого. Мы не утверждаем, что здесь есть заговор, но мы заметили, что у четырех крупнейших банков, Уэллс-Фарго, Банков Америка, Джейпи Морган и Чейз, все хорошо. Может быть, мы преувеличиваем, но мы также заметили, что Белый дом пытается спровоцировать отток из региональных банков. Кажется, они пытаются лишить вас доверия к этим банкам. Вот Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома. Нельзя обвинить ее в оригинальности, но она сосуд для чужих планов. Вот она в пятницу, в день краха СВБ. Она не говорит ни слова об основах рынка или безопасности ваших денег в банках. Вместо этого она говорит о расовой принадлежности людей, отвечающих за нашу финансовую систему. Смотрите. Позвольте мне отметить исторический характер момента, который вы видите прямо сейчас. Мы исторически первые в своей роли. Первая чернокожая женщина на высшей управленческой должности. Директор ОМБ и пресс-секретарь Белого дома. Чернокожие женщины прямо перед вами на этих трех важных, ключевых ролях в администрации. Этим людям не хватает самосознания, как будто это кого-то волнует. Почему нас должно это волновать? Есть ли причина? Кстати, своей глупостью и некомпетентностью вы дискредитируете все, что продвигаете. Вы должны помнить об этом. Но в целом, если вы хотите, чтобы люди меньше доверяли региональным банкам и банковской системе, если вы хотите спровоцировать бегство из банков, вы можете сказать, «О, мы все принадлежим к определенной расе!» Какое отношение это имеет к тому, есть ли у банков достаточно наличности, чтобы покрыть свои балансы? Нам известно, что администрация Байдена рассматривает этот кризис как средство расширения своего контроля. И мы знаем это, потому что в недавнем разговоре ФРС, Министерство финансов, с членами Конгресса, сенатор Марк Келли из Аризоны спросил, «Существует ли программа цензуры постов в социальных сетях, которые могут привести к общенациональному бегству из банков?» И это согласно конгрессмену Томасу Месси. Месси — участник этого разговора. Итак, задумайтесь, у вас есть депозит в региональном банке, в котором хранится много долгосрочных казначейских облигаций, которые стоят намного меньше, чем банк за них заплатил. Это означает, что банк в опасности, ваши деньги в опасности. Но сенатор Марк Келли из Аризоны не хочет, чтобы вы знали об этом. Почему они не хотят, чтобы вы знали? Интересно, такая цензура может раздавить людей. Мы должны задать очевидный вопрос, насколько мы близки к определенного рода катастрофе? И в какой степени ответственные лица содействуют ей? Субтитры подогнал «Симон»